Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашему новому девизу «Жабу живых, оплакиваю мёртвых, разбиваю молнии». Мы продолжаем дискуссию с Мамедочем жизнью хирурга, потому что Мамедоч с его жизнью хирурга навлекает на ваши головы молнии. Мы таким образом продолжаем дискуссию, которая завязалась уже несколько недель тому назад. Итак, что утверждает Мамедочем? То, чего мы добиваемся, чего я добиваюсь, это повышение интереса к медицине, как к очень интересной многогранной науке, специальности. Вот этого мы добиваемся. Итак, как же он этого добивается и какие опасности молнии на вашу голову могут полететь, если вы будете слушать Мамедочем? Следующее заявление. Что надо знать об артериальной гипертензии? Нужно только нам знать о том, что артериальная гипертензия очень опасна и вызывает геморрагический инсульт. Итак, она вызывает геморрагические инсульты. Пожалуйста, запомните это. Вообще, бывает два вида инсультов. Ишемические, и геморрагические. Вот здесь показаны различия. Одни связаны с тромбом. Тромб закупоривает ток крови, и, соответственно, головной мозг не получает кровь и начинает отмирать. Другая ситуация. Рвется сосуд, возникает кровозлияние. Это кровозлияние тоже уничтожает нейроны головного мозга. Почему важно знать, что существуют и геморрагические, и ишемические инсульты? Прежде всего потому, что на самом деле ишемические инсульты встречаются в разы чаще. То есть, когда вам Мамедыч говорит о том, что артериальная гипертензия связана только с геморрагическими инсультами, он сильнейшим образом передергивает и ставит вас в очень неудобное положение. Почему ставит вас в неудобное положение? Вы скажете, какая разница, тромб в сосуде головного мозга или сосуд головного мозга рвется. Большая разница в том, что наиболее частые ишемические инсульты формируются из-за поражения сердца. То есть, если вы будете слушать Мамедыча, то вы будете думать только о сосудах головы, а надо еще думать о сердце. Почему? Артериальная гипертензия приводит к тому сердце, это мышечный орган, который качает кровь. Если повышается артериальное давление, то качать приходится тяжелее, это же просто насос, и происходит гипертрофия левого желудочка. То есть, проще говоря, мышца левого желудочка, она растет, но для того, чтобы справляться с работой. Но дальше этот процесс переходит на левое предсердие, и оно тоже подвергается гипертрофии. И это очень и очень опасно, потому что именно в левом предсердии, через левое предсердие по его стенке проходят различные пучки, которые фактически проводят электрический ток. То есть, импульсы, которые заставляют сердце сокращаться. И его ритм нарушается, возникает трепетание предсердий или фибрилляция предсердий. Проще говоря, вот это предсердие начинает сокращаться его стенки неравномерно. В результате ток крови нарушается, и возникают условия для формирования тромба. И уже вот этот тромб является основной причиной самых частых ишемических инсультов. Вот тромб из сердца стреляет в головной мозг, и происходит инсульт. Вот это очень и очень важно знать. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Мамедыч вас обманул, мы вас защищаем. Ну и надо вам сказать, что вот все то, о чем мы говорим, широко известно в мире. Ну то есть, очень безграмотный врач может говорить такие вещи, как мамедыч. То есть, создается ощущение, что он намеренно хочет подвести вас под инсульт, чтобы вы думали только о сосудах головного мозга и не думали о сердце. Вот, пожалуйста, основные корригируемые факторы риска инсульта. Это артериальная гипертензия и фибрилляция предсердий. А ведь что такое инсульт? Мамедыч здесь остановился, но инсульт это дорога к деменции. Только у 10% сосудистой деменции, у больных с верифицированным анализом, сосудистая деменция формируется до первого инсульта. У 43% после него, причем из них у 76% после повторного инсульта. Таким образом, инсульт ведет к деменции. Очевидно, что, наверное, Мамедычу очень нравится, что его зрители будут с низким интеллектом, будут страдать, и, соответственно, его популярность, видимо, будет повышаться. А что говорит дальше Мамедыч? Это тоже очень важно. Послушайте его очередное передергивание. Ну, тут, конечно, статья, несмотря на то, что она современная, 2010 год, но там пытаются поразмышлять на эту тему, что, возможно, именно из-за того, что у человека повышенный уровень мочевой кислоты, поэтому мы интеллектуально отличаемся от приматов, например. Он говорит о том, что мочевая кислота – это очень и очень хорошо. Высокий уровень мочевой кислоты – это интеллект и то, чем мы отличаемся от приматов. Это может дезориентировать огромное количество пациентов в нашей стране. Пожалуйста, не верьте Мамедычу. Сейчас является общепризнанным, что мочевая кислота вызывает воспаление, утолщение сосуда и рост артериального давления. То есть, фактически, мочевая кислота является фактором риска при артериальной гипертензии. Это признано во всем мире, это признано в европейских рекомендациях, в российских рекомендациях. То есть, проще говоря, если у вас высокий уровень мочевой кислоты, то значит, будет высокое артериальное давление, и с этим надо бороться. Потому что не будет у вас ни интеллекта, ничего, а будет на самом деле деменция. Потому что повышение систолического АД – это огромное исследование. 4,5 миллиона человек, огромное количество людей было задействовано. Было доказано, что повышение артериального давления, понятно, что там были и люди, у которых была высокая мочевая кислота, были другие факторы риска. Но это все ведет к тому, что повышается риск развития деменции. Причем я обращаю ваше внимание в любом возрасте. Неважно вам, 60 лет, 50 лет, 70 лет, 80 лет. То есть, фактически, когда Мамедыч скрывает от вас последствия артериальной гипертензии, передергивает, он вас ставит в тяжелое положение, потому что вы не будете правильно реагировать на назначение врачей, вы не будете правильно обследоваться. В результате ваша продолжительность жизни сократится, и ни о каком интеллекте, конечно, речь не идет. Зачем это нужно Мамедычу, мы не знаем. Ну, может быть, моча уже ударила в его голову, и у него высокие показатели мочевой кислоты. С чем мы, собственно говоря, его и поздравляем. Вам же хотим сказать, пожалуйста, пишите нам комменты, как всегда ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала, нам это важно, ну и хотя бы подпишитесь на наш канал, это же вам ничего не стоит. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, есть в его описании реквизиты счета. До новых встреч!